Всем привет! Мы продолжаем приходить в Вейсленд, ну и нам с вами осталось только, получается, штурмануть дворец Либерти Бьюкенон. Чем мы сейчас, в общем-то, с вами и займёмся, девчонки, только Шотган. Ну, спину так спину. Ух ты! Ну чё, ребят, давайте ещё раз... Ну, почему постоянно нас переключают на других персонажей, а? Эй! Она почему-то не хочет и в одного, и в второго попадать. Ну ладно. Эту штуку мы решим потом. Первый, пошёл. Второй, пошёл. Отлично. Ну и давайте подождём, я так думаю, остальные к нам попытаются подойти поближе. То есть, вряд ли же, прям... Ага. Ну, короче, посмотрим, да. Кто-то должен к нам в любом случае прибежать на вот этот весь шумгам. Засада и койот. Койот. Почему недостаточно очков действует? Койот в докторе застрял. Бомбически. Койот застрял в докторе. Бывает. Сам регулярно так делал. А, пизы пи, засада, ждём. Я так думаю, их там остался... Ой, ой. Традиционно наш народ спокойно стреляет через стены и любые препятствия. Ау. Ну и враги, смотрите-ка, в этот раз тоже решили, что им стена не стена, а препятствие не препятствие. Неприятненько. Ой, ой. Я видел, как там всё разлетелось. Интересно, вообще этих дождь тут много, потому что остальные, получается, три банды мы перебили. То есть, вообще, сколько вот это представление будет длиться. Пизик по ряде. Давайте-ка вперёд пойдёт Джез, наверное, опять же. Поскольку она у нас официальный штурмовик сезона. А, все остальные, смотрите, дохлые валяются. Прекрасно. Ну, всё. Ну, всё. А, не всё. Нормально. А где тогда ещё? Турель. Окей, а если мы вот сюда подойдём? Цель не видна. Но мне пока и не хочется, чтобы она прям была видна. По правде сказать. То есть, не мы в ней стрелять не можем, ни она в нас, ни меня. Такой расклад. В целом, вполне себе устраивает. Койот, подлечи Пизипи. Так, и потихоньку тогда будем с вами вперёд проходить, смотреть, что и где нас может поджидать из неприятного. Пизик, и вот сюда встаёшь в режим засады. И койот, ну, койот просто подходит к остальным, потому что он очень далеко от них стоит. Ой! Это что? А, это как раз-таки те сраные турели. Ну, вот видите, мы зато точно выяснили, что они, если что, могут повернуться. А, и это значит, что мы не зря с вами не стали к ним выходить. Так. Ой. Чёрт. Ладно, Блокадр. Ты можешь выйти вот сюда? Он, наверное, кстати, и дальнюю даже может зафигачить. Отходи. Ладно, давайте тогда аджес. Давай. Да попробуем, по крайней мере, по этой турели пострелять. Бестолку. Шерифквон сохраняет это всё на следующий ход. А у Пизы, кстати, есть чего-то. Да, у неё была вот эта вот импульсная винтовочка. Она могла бы из неё тоже пострелять. Ну, правда, турели на это совершенно параллельно. Койот вот сюда. Хок. Вот сюда. Ну, и, в общем-то, ждём. Ой. А наши ребята не знают, куда им спастись, видимо. Да, по всей видимости, тут как бы маршрут вот так вот пролегает. А, там уже, кстати, храбрый тостер наш бежит вперёд. Но я надеюсь, что ему не понадобится прям сражаться. Шерифквон, давай. Начинай. Раз. Два. Давайте поставим на то, что в этот ход мы эти турели расфигачим. Четыре-четыре. Как ни крутить, четыре очка действия, тогда вот сюда. И в дальнюю. О, нормально. Ага. Ну, он как минимум сможет отойти. Да. Так, пизапи. Три-три-три. Вот так вот, три очка действия. Давайте дальнюю лучше снимем. Потому что ближний, мне кажется, хана. А, в цепи. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, мы на самом деле повредили ей проц. То есть, в принципе, эта турелька, в теории, за нас. Далековато? Ой, шотганы не далековато. Окей. Отлично. И из пистолета последний патрон. Да, у нас ещё есть пок. Давай, девчонки. Вся надежда была на тебя, и она нас не подвела. Фух. Чё, всё? Тишина? Больше никто дворец не охраняет? Ну, зато сколько хлама сейчас соберём. А все остальные, судя по всему, да, лежат в виде трупов. Ну, всё равно не мешает осмотреться. Вдруг где-нибудь какие-нибудь ящики, потрошки. Ну, вот, например, шмотки и так далее. Всё, что плохо лежит, было бы неплохо собрать. И... Ну, в общем-то, я рад, что мы с вами не пошли просто напролом, а, типа, поступили по-умному, перебили тут всю эту охрану, потому что здесь прям народу толпы. Это были бы сражения за сражениями за сражениями. Ага. Правда, ещё Дорси есть. Ну, давайте пробежим незаметно вот сюда сейчас. Потому что я там видел всякие ящики. Воткинс. Во, верстак тут есть. Верстак завален окроваленными свёрлами, пилами, приводами и скальпелями. Наверное, именно здесь они собирают свои шрамы. Оу. А это чё такое? Верстак не подключён к питанию. Да и славно. Мы чё, могли бы сейчас все что-нибудь отрубить? Ух ты. Рабы-собиратели шрамов. Ну, давайте выпустим их. Это несправедливо. Это всё несправедливо. Дополнительный урон в ближнем бою. Короче, ближнебойника киборга можно собрать, я так понимаю, тут неплохого. Ух ты. Пушка, огненная пила, тяжёлый пулемёт. Ёмкость магазина 4. Сменные полотна для пилы. Ха, у нас, по-моему, их даже и нет. Но, наверное, из неё было бы интересно пострелять. Так. Всё? Всё. Видимо, сейчас у нас будет ещё с вами одно столкновение с Дорси. Ядерная турель. О, фак. О, фак. Ну, я даже не знаю. А давайте все внутри встанем. Вот совсем внутри. И кто-нибудь очень дальнобойный и ловкий. Чёрт, тогда у нас Коткинс пойдёт. Нет. Тогда вы внутрь. А кто-нибудь Пизипи. Во. Кто-нибудь, кто Пизипи. Тоже вариант. Ага. И теперь Койот может спокойно стрелять из самой задней части этого помещения. Пизипи, я думаю, стоит вот здесь спрятаться. Джесс, бери шотган и подходи вот сюда. И вот здесь ты с ним и стой. Шерифклон. Также вот здесь. Если только вот эту штуку, возьми. Стоит вот с этой штукенцией. Хок. Тута. И Блэк Эдер со своей мега-штукой. Отсюда он сможет, кстати, уже пострелять и в ядрёную турель. Ух ты. Не, не будем стрелять второй раз. Давайте лучше отступим. И всё у нас будет хорошо. Смотрим, что произойдёт. Смотрим, что произойдёт. Джесс традиционно как бы со своей профессиональной стрельбой сквозь стену. Почему-то тяжелое оружие не может стрелять сквозь стены. А вот всё остальное, ну, по крайней мере, шотган очень неплохо с этим справляется. Ровно как и ядерная турель. Ах ты, сволочь. Так, хорошо. Этот нюанс мы выяснили. Хорошо, девчон, давай сюда. Кто-то, видимо, кто отвечал за то, чтобы сделать коллижины, пролюбился очень крепко. Ну-ка. Хотя вот, да, тяжёлые выстрелы внезапно коллизятся. Хорошо, а ты? На единичку подойди. На двоечку. Хорошо, на двоечку. Окей. Люблю, знаете ли, пострелять сквозь стены. Шерифкон. Ты можешь у него залепить? Нет. Давайте. О, койот. Вот отсюда сможет... Отсюда сможет фигануть. Давайте попробуем. В голову. Готов. Так. Пизи-пи стоит целиться. Койот. Ну да, в общем-то, опять все стоим и просто целимся, ждём, когда гора придёт к Магомеду. Ждём. Ждём. Никого. Прекрасно. Койот. Он может выйти вот сюда. Пальнуть вот в эту ядрёную турель. И закончить бой. Тоже вариант. Ну и джаз, естественно, надо подлечить. Великое исцеление. Так. Что у нас тут? Ну, что-то охранники Дорси уже... Не представляют из себя такой опасности, как... Как вся, наверное, эта группа, если бы она была целиком. В смысле и клоуны, и вот эти вот... Свежеватели шрамов и так далее. Блин, сколько же этих перчаток нам попадается? Чё такое? Ну, вскрытие замков 10. Интересно, если бы у нас его не было, чё? Чё да как? Непонятно. Может быть, бы искали обходные пути. Значит, они тут есть? Возможно... Возможно, они тут действительно есть. А, это... Нет, это просто опочивальницы клоунов. Точнее, их маленький штаб. Игрушечный динозавр. Милый, но грозный. Как лос-паяцус. Ну да. Прям они такие грозные. Ну, хотя бы есть чё полутать. Хоть на этом им спасибо. И даже... Ой. Блин. Блин. Ай. Стоп, у нас кто-то сильно пиззипи. Пиззипи, по-моему, побежала, да, вперёд батьки. И за это получила. Коткинс. Давайте Коткинса подлечим, потому что он немного плох. Да и пиззипи, на самом деле. Ну, и пока тут все это страдают, умирают, давайте соберём пожиточки, которые нам достались. Эм... О, вот это вроде интересно. Пробивание Максу Рон Минора. Ну, разброс становится больше. Ой, козлика надо вылечить. Так. Блин, ребят, ну вы вообще молодцы, вовремя вступили. В эту вот хрень. Так, 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 джаз. Сейчас просто половину наших аптек мы потратим на то, чтобы... Чтобы здесь вот эти все эффекты с нас снять. Сколько там оно? Вот 4 секунда, блин, долго. Тут момент, когда нам проще загрузиться, где бы ты ни сохранялся. Потому что она задалбывает, тратит ресурсы. И, в общем-то, сюжет не продвигает особо. Ладно. Смотрим. Что с Коткинсом? Коткинс в порядке? Это в порядке. Все были... Ну, ладно. Коткинс наконец-то его отпустил. Во. Так. Все остальные... Ну, немножко повреждены. Но я думаю, что... Что справимся. Надеюсь. Очень надеюсь. Из-за двери вы слышите резкий голос Либерти Бьюкеннон. Она отдает приказы охранникам Дорси. В ее голосе явно слышится презрение. А, открыть дверь. Внимание! Столкнувшись с Либерти, вы не сможете завершить задание за пределами юма. Убедитесь, что готовы продолжать. Да готов. Ну, здравствуй. Рейнджеры из Аризоны. Я тут думал, отчего моя шаткая коалиция шестерок накрылась. Пожалуй, надо было при первой встрече вас убить. Век живи, век учись. А теперь вы пришли требовать, чтобы я вернулась к отцу, который и без вас, знаю, обещал вам помочь. И печально то, что он таки это сделает. А все потому, что в мире вояк он хочет распространить свою идиотскую идею от цивилизации. Ему нужны границы, торговля, союзы. Старый дурак думает, что, помогая вам, он сделает вас друзьями, на которых можно положиться. Но его помощь лишь сделает вас достаточно сильными, чтобы напасть на него со временем. Почему он не видит простую истину? Истинный мир возможен лишь тогда, когда ты правишь всем и всеми. Стабильность возможна только в империи. Ух ты, а мы-то думали, что чокнутый твой отец. Мой отец не чокнутый. Он просто трус. Он боится, что его возненавидят, и поэтому правитель из него никудышный. Но когда я захвачу трон, все изменится. А вы, умышленный или нет, сделали эту задачу чуть проще. Ммм. А что так? Вы за меня убили обоих моих братьев, расчистив мне путь к трону моего отца. Так что, спасибо. Всегда пожалуйста, рада помочь. Это что, сарказм? Впрочем, не важно. Итак. Я избавлю вас от необходимости выдвигать мне какой бы то ни было утебатом, и выдвину свой. Рейнджеры, возвращайтесь в Аризону, а я сделаю вид, что ничего этого не было. Если останетесь, вы умрете в одиночестве вдали от дома. Что скажете? Ух ты. Железная задница. Это ты умрешь в одиночестве, раз ты осталась без армии, а остальные банды на тебя набросятся как волки. Милость отца твоя единственная надежда. Вариант. Жаполис. Если мы уйдем, тебе конец. На тебя набросятся банды, и твой отец тебя запрет навсегда. Позволь нам стать твоей армией, и Колорадо будет твоим. Ммм. Сизнайка, с помощью рации взломать ее энергоброню и отключить управление дронами. Прости, мы не уйдем, пока не поместим. Давайте. Взламываем броню. Что? Что вы наделали? Я потеряла... Черт! В атаку! Сейчас же, скорее! Ага. Ага. И чё? Так, а роботы, получается, наши, да? А турель, получается, не наша. Так, Джесс, что ты можешь? Давайте, знаете, что кинем. Интересно, а это тот случай, когда главную достаточно рань, и она сдаётся? Сейчас проверим. Ого! Ну... Интересно ее достаточно ранить. Ну-ка, друг. Ну, я вот думаю, достаточно это сколько? Обычно это, типа, 50%. Ну, просто, если мы ее... О, ладно, да прекратите стрелять, черт побери, вы победили. Если хотите меня к отцу отвезти, я пойду спокойно. Ну, пришли тебя убить, и мы свое дело сделаем. Тогда идите нахрен! Несколько из вас урода я с собой заберу. Ну-ка, ты хочешь прыгать? Ну-ка, не заберите себя. Окей. Слушай, а прикольно, у нас, типа, одна фаза боя была. Блин, надо было, короче, всеми остальными остальных положить. Вот это была бы кайфуля. Да, положим у всех остальных, это был бы номер. Где хок? Вот хок. О, хок готов зарядик. Ммм, как приятно. И теперь с помощью вот этой штуки. Девчулик, хрена чем. Бликедер. Ну что ж. Либерти Бьюкинен. Бьюкинен. Так, шериф-клон. О, он тоже готов, наконец, оказаться. В башку ей, башку. А, добил шторель. Ммм, да. Ммм, да. Ну что ж. Бэм. Жива. Жива, засранка. Смотрите-ка. 83 хп. Надолго ей не хватит. И... Вот так вот. И давайте... Вот этот турель. А, давайте-ка. Вот здесь. Готов. Ну, ждем. В общем-то, они не должны, в принципе, с нами расправиться. Блин. Ой-ё. Так. Так. Ну, вот это было мощно. Ха, вот это уже нет. Ой. 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 На самом деле, нормально. Но, да, действительно, надо было, короче, в первом бою всеми-всеми зафигачить всех окружающих, ну, или максимально ранить. И тогда бы мы с вами, начав бой во второй раз, прекрасно бы со всем справились. Ну, свойства слепого прохождения. Ничего не поделал. Так. Ой. У них там что осталось? Вот эти двое? Вот эти двое. Сейчас, скорее всего, Джесс с ними разберется вообще на ура. Но Койоту придется походить, повоскрешать наших, я думаю. Че, он может встать между ними? Ну, давай, Барашек. Э, Барашек не справился. Койот, вот сюда иди. Поднимай шерифа Квона. О. Мм, выдавленный глаз все-таки. И оживляй Пизипе. Угу. Ну и можно снайпера теперь добить. Мм. Ни фигасе, он засел. А, это работа для Супер Джесс. Да? Перезарядись, наверное. Вот. И понеслась. Угу. Кто еще может? Обликедер. Обликедер, обликедер. Вот сюда, вот сюда. Угу. Угу. Вот так вот, мне кажется, нормально должно быть. Готово. И обновление Квеста, но на самом деле заспойлерило нам все. Вы видели, там появилась надпись, типа, поговорите с Персивалем. А Персиваль, это именно тот, кого мы ищем. Я в дума, нужна ли ему сила, потому что вот эта вот волшебная броня, да пусть будет. О, взрывчаточка. Шпок. Да, подтверждаем параметры. Ладно, давайте сила будет 9. Подтверждаем. Давайте-ка, у нас была книжка по взрывчатке полюбас. Ммм, ху-ху-ху-ху. Ну-ка. Взрывчатка. Оп. И теперь можно вот этот вот волшебный талантик. Ух. Больше, больше никто. А, нет, 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 никто. Ха-ха. Может, есть скорость поднять? Мне кажется, скорости не помешают. Навыки. Ждем тяжелое оружие. Здесь ждем тяжелое оружие. Нет. Так. Обнаружена ловушка. Давайте для начала соберем все, что можно. Ой. Ой-ой-ой, там было что-то интересное. Что-то я очень быстро все промотал с мыслью... А. Цепной пиломеч. Нифига себе. Ядерные утяжелители. Ну, остальное все хлам. Кукла воду патриарха. Черт. Так. Ммм. А. Вот он и Перси Вальвессон. Ну, просто нам про него написали до того, как мы вообще узнали, где он и что. Ну, ладно. А, у нас, кстати, взрывчатка-то теперь 10. Так что... Всем взводам мы можем обезвредить что угодно. Так. Че там? Уу. Инициатива плюс 5%. Здесь больше ничего? Здесь больше ничего. Дверь. Ну, тут генератор, который мы могли отключить. Как бы, получив экспу какую-то, но уже поздно. И, собственно говоря, Перси Вальвессон. Жалко, что дочурка не с нами. Ну, дядь. Спасибо, что спасли, друзья. Простите за мой внешний вид. Э, дикари мне так ни разу и не дали не помыться, не сменить одежду с тех пор, как меня похитили. Я Перси Вальвессон из 100 семей. Прежде чем мы продолжим, я... Я знаю, Дорси перебили почти всю мою семью. Ну, вы, случайно, ничего не слышали о моей дочери, Лусии? Слышали, на тот момент она была в вашем поместье в Колорадо Спрингс. Слава богу. Ну, я так и думал, что Дорси вряд ли ее поймают, но потом... Мол, лишь что. Как только смогу, отправлюсь к ней. Мы повстречались с Нелли Дорси. Он сказал нам, что ты убил его родных, потому что те хотели устроить в Колорадо выборы. Это правда? Я не собирался убивать его родных. Просто так получилось. Понимаете, много лет назад Патриарх велел мне собрать людей и разогнать сходку, которую организовали Дорси. Они, как вы и говорите, хотели устроить в Колорадо выборы. А Сол считал, что для этого еще не время. Ну, вот мы и пришли в капюшонах с дубинками в руках. Собирались проучить их, но стоило им только начать сопротивляться, как я... И я вместо драки принялся стрелять, и один из Дорси был убит. А потом, в общем, свидетелей нам нельзя было оставлять. Так что... Это было ужасно. Это самый позорный поступок в моей жизни, и он преследует меня. Да так, что хуже некуда. Незнакомцы, я готов умереть, готов отсидеть, решайте. Что угодно, я это заслужил. Ты уже достаточно наказал себя. Возвращайся в Колорадо-Спрингс и присоединяйся к нам. Спасибо, Рейнджере. Мое место рядом с моей дочерью. И с моей дочерью. Вот так вот. Ну, я думаю, его влияние нам потребуется. Несмотря ни на что, гонки на выживание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня воскресенье. Кровавое воскресенье. Пора куролесить на скоростной трассе. Сегодня встретятся противники, которые ненавидят друг друга. Собиратели шрамов. Эти грязные тупицы будут бороться за титул с Лос Паяцос. Кто победит? Какая разница? Мы просто хотим побольше посмотреть. А вот и Лос Паяцос, а с ними Герби и дурная болезнь. Этот мелкий чмошник быстрый и бьет сильно. Герби выбивает люк в крыше машины. Черт, у него гранатомет. Он, погодите, блин, в кого он селится? Вот черт. Неплохие у них развлечения. А у нас с вами повышение уровня. Ну что, койоту, к сожалению, нам надо качать силу до 9, чтобы он мог тоже силовую броню носить. Снайперские винтовки? Да? И теперь у нас же есть какой-то журнальчик про них годный. Правильно? Эй. Вот. Снайперские винтовки. Читаем. Прекрасно. Ну, собственно говоря, ему остался только дрессировщик. Да? Снайперские винтовки. Выстрелы снайперской винтовки, сделанные из засады, не раскрывают место засады противника, если вы убиваете выбранную жертву. Not bad. Not bad. Так. Следующий. Тут ничего, тут ничего, тут. Тут, девчуля, и так мега крутая. Атака противника в ближнем бою после того, как он проведет атаку по он наносит плюс 50% урона. Неплохо. Девчуля, удача тебе нужна. Больше пробивать брони, больше урона. Так, а навыки? Что у нее тут? Модификация оружия, модификация брони. У нас есть что-нибудь на бартер? Дрессировщик, всезнайка, рукопашное выживание. Угу. Ну, всезнайка. Ну, ладно. Модификация брони на самом деле, потому что вот этот талант, присутствие этого персонажа, конечно, леон отряда получает плюс 5 к броне, он просто незаменим. В следующий раз мы за 5 улучшим вот это, и в целом должны смочь, суметь взять тут талантище. Так, следующий. Ничего, пизипи. Пизипи. Ну, что, снайперские винтовки мы ей купим, получается. По характеристикам. Я даже не знаю. Ну, сила. Давайте удачу ей покачаем. Она уже крепкой все равно, скорее всего, не будет. Снайперские винтовки. И в талантах... Всезнайка. Взломанные роботы получают плюс 2 ОД. Да, наверное. Что я ищу? Да. Давайте. А, и посмотрим, что у нас в журнале. Вернуться в Колорадо Спрингс. Вернуться к Патриарху. Вернуться к Патриарху. Короче, нас после всего ждет, я так понимаю, милый, долгий разговор с... А может и недолгий. Разговор здесь с Папой Патриархом. Проектное решение готово к выполнению. Приблизившись, вы понимаете, что некто в капюшоне, это Сатоси. Тот самый хакер, что дал вам загадочный кейс в центре Колорадо Спрингс. Запрос возврата детекторной сборки. Он протягивает руку и ждет, что вы передадите ему кейс. Вот, держи. Отчет компилятора. Ноль ошибок, ноль предупреждений. Запуск конструкторов. Сатоси кладет кейс на землю и нажимает кнопку на маленьком пульте, спрятанном под одеждой. Кейс открывается и раскладывается, а внутренние панели заворачиваются. Процесс повторяется, а потом Сатоси жестом предлагает вам взять получившийся предмет. По данным тактильных датчиков, построенная модель улучшения. На основании зафиксированной деятельности агентов разработана итоговая конструкция для максимальной эффективности. Сатоси уходит, но вы успеваете заметить гордую улыбку, тронувшую его губы. Ммм. Не зря мы таскали эту штуку. Ну-ка. Что за ядерная броня ядреная? А? 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 8 силы, броня плюс 31. Броня плюс 15, а шлемак от нее. Броня плюс 15. Кто может? Нет, вот это я не буду, естественно, менять. У кого 8 сил есть? Давайте так. Нет, нет. Да, что у нее за броня? 17, 36, 17. А здесь у нас 15, 31, 15. Ну, то есть похуже будет. А, вот это уже получше. Давайте-ка тогда менять. Что мы можем сюда поставить? Броня плюс 2. Прекрасно. Так. А, 17, черепушка. А, вот это броня. 31, плюс 10, плюс 2. До плечения, уклонения. Броня до плечения. Броня плюс 3, норма. Нагрудник это то, что надо. А, так, где оно? 34, 27. Супер. Ого. Ого, сейчас еще штанцы наденем, вообще будет бомба. Уклонение броня. Супер. И... А, нет. Не то. Я прочитал. Да. Да, давайте вот так вот все-таки. Угу. Броня ниже, но шанс попадания не будет снижаться. Воу-воу-воу, полегче. Ха-ха-ха. Просто такой угловатый чувак. А вот это, может, пизепис может носить? Да, если ей поднять силу. На 3. А-а-а. Ну, видимо, нет. Но шлем, кстати. 8 сил. Нет. Шлем тоже не сможет носить. Ну, ладно. А что ж. Наверное, на этом мы с вами этот эпизод и закончим. А в следующий раз уже поедем общаться с папочкой Бьюкененом. Поэтому спасибо Миша Лебедева, Миша Фомино, Зуклики, Андрею Фиолетову, Алексею Смирнову, Не тот поворот, Сергей Геймс, Рокки Бальбова, Антону Церу, Евгению Глебову, Мистеру Хомакса, Брату Монзоу и Мафу Саилу за то, что продолжают поддерживать канал. Ну, и всем вам огромное спасибо, что вы здесь смотрите эти прохождения. А мы с вами увидимся в следующий раз через денек. Пока на этом все. Всем удачи, счастливо. До скорой встречи. Пока-пока.